Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть в фермер-симулятор 19. Это у нас Словацкая деревня, и в прошлой части мы запланировали большое строительство. Я разровнял поле, теперь оно ровненькое, буквально как футбольное. К сожалению, на вторую половину сил у меня не хватило, да и оно немножко кривоватое. Будем ли мы здесь что-то строить или нет, или может быть мы пустим под лук, посмотрим. Ну а здесь сегодня будем строить. Начнем, давайте, пожалуй, с коровника. Мы коров, конечно же, будем переносить сюда. Все у нас будет в одном месте. И также всю инфраструктуру сюда перенесем. Вот смотрите, коровник просто огромный. Он буквально занимает больше, чем четвертую часть этого поля. Так, также я хотел бы как-то вот сюда поближе. к ЖД, чтобы у нас перед коровником было пустое место, пространство, где мы сможем проезжать. Вот, и чуть-чуть опустим, но не очень сильно, конечно. Вот как-то, как-то вот так, наверное. Чтобы оно и не в земле было, и в то же время не на высоте. Ну, давайте смотреть. 340 тысяч, включая земляные работы. Ну, тут понятное дело, да, что чуть-чуть мы выше стали. Это нормально. Могло быть и хуже значительно. Вот, тут тоже немножко повыше. Посмотрим сейчас с этой стороны. Вот, нам также нужно будет купить прицеп или взять в аренду. Для того, чтобы, да, тут, видите, тут насыпали. Ну, тоже нормально. И сюда перевезти всех своих коров. Построили, что называется, новый, да? Как? Как можно сказать, что он новый? Никак. Совершенно. Вот, а тут ровно, видите, да? Ну, все-таки поле, хоть я его и ровнял, оно все равно немножко неровное. Тут все-таки. Можно было чуть-чуть ниже. Ну, тогда там бы было выше. В общем, нормально. Новый коровник, в моем понимании, все-таки немножко не так выглядит, как вот этот вот. Ну, ладно. Так, дальше что нам нужно? Нам нужно построить здесь... Что нам нужно... Что, элеваторы есть какие-то, да? Нам нужен силосник. Средний силосный бункер. Большой, наверное, нет смысла строить. Может, двойной поставить. Там накапливается, там где-то что-то делается. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Вот, силосник. Ну, где-то вот, вот где-то тут, по-моему, ему самое место. Вот, если у нас будет вот тут вот лук, то мы накосили, сюда привезли. Очень удобно. Или, как вариант, вот сюда поставить. Потому что с этой стороны у нас будет свинарник и, может быть, овечник. И сюда мы будем возить, а на свинарник и на овечник мы ничего не будем возить. Все равно. Но будет расстояние между этими, да? Давайте, наверное, сюда. Тут как-то более компактно так. Мы его вообще можем развернуть. И вот тут вот поставить, да? А ну, давайте попробуем. Вот так. Таким образом, сэкономить кучу места. Просто кучу. Интересно. Дерево срубить потом. Мне нравится, знаете, мне нравится. Давайте так, наверное, и сделаем. А тут мы еще застроим. Там есть еще что строить. Вот. А вот этот вот задник, он никому тут не нужен. Вот как-то так. Так, низ, вверх. Как-то мы можем тут отрегулировать, чтобы оно не слишком высоко стояло. Давайте вот так ставить. Так, ну-ка. Интересно же посмотреть, как оно выглядит. В общем, я так понимаю, что мы разобрали вот эту ферму где-то у кого-то. Купили ее и на новом месте поставили. Вот тут мы почти идеально угадали, смотрите. С высотой. Тут все-таки чуть-чуть выше. Да, но тут из-за того, что неровности от дерева торчит. Классно. Так, тут давно ничего не делали, что дерево выросло. Просто взломало бетон. Так, отлично. Дальше. Что нам нужно делать? Чего я сюда постоянно захожу? Не знаю. Так, я хотел бы сеновал. Но, наверное, все-таки не такой. У нас есть получше. У нас есть универсальный. Если есть универсальный, то нафига делать какой-то специализированный. Вот, универсальный, серенького какого-то цвета такого, да? Как и все остальное тут. Вот, единственное, что тут у нас непонятно, где будет... Где вход, где выход. Вот, конечно, здорово, что тут отрисовали. Строительство. Ага, вот, по-моему, да? По-моему, вот эта штука, это вход. Если я не ошибаюсь. Вот, но непонятно, куда оно будет смотреть. Совершенно непонятно. Но, по-моему, вот так вот оно должно как-то стоять. Заезжаем с этой стороны. Проезжаем. Видите, тут вот такая вот... Где вот эта площадка плоская, там, скорее всего, будет проезд. Хотя, кто его знает? Бабка на 2, я сказала. Давайте, знаете, что сделаем? Я сохраню игру. Потому что отменить тут, к сожалению, никак нельзя. Тут нужно будет просто зайти и выйти из игры. И мы с вами сейчас его поставим, а я потом, если вдруг что не так, я просто-напросто перегружу это все дело. Так, а нужно ли нам аж туда заезжать? А какие нам еще здесь нужны будут? Помещения, возможно, да? Что-то нам нужно. Может быть, какой-то навес нужен для техники. Может быть, какой-то сарай. Посмотрим, что у нас еще есть. Кстати, вот такой вот. Ну, это слишком большой. Он нам такой точно не нужен. Ну, что, ладно, давайте строить. Вот этот только я хочу. Вот я не наблюдаю. Тут, видите, появляется вот эта вот кнопочка, которая потом запускает строительство. Но вот если в определенном месте ставить, то ее нету. Непонятно, куда она девается. Ну, вот сюда. Предположим, что мы поставим сюда. Вот сюда вот, выше, ниже. Ага, вот она появилась. Все нормально. Давайте пронаблюдаем, как это все работает. Ну, норм, смотрите. Получилась норм. Высота почти идеальная. Здесь проезжаем, заезжаем. Тут я буквально чуть-чуть въехал, но ничего страшного. Вот здесь мы тоже сможем проехать на тракторе. Да, скорее всего, мы будем просто насквозь проезжать. Вот, и сюда соломку высыпать, сено, траву, тот же самый силос, вот буквально рядом, да? Все рядом. Так, хорошо. Дальше нам еще нужна точка продажи, где мы будем торговать вот этим всем, что мы тут. Молоко, например, там, излишки сена, соломы и так далее и тому подобное. Насчет точки продажи я пока что толком еще не решил. Вот, но, скорее всего, она где-то должна быть рядом с дорогой. Нету смысла ее куда-то далеко туда ставить. Вот, может быть, куда-то сюда поставить. Она небольшая. Вот сюда. Давайте глянем. Так, загоны прочие. Посмотрим, что тут из прочего. Builder's Yard, Cell Point. Это немножко не тот. Placeable Seal Equal Fertilizer какой-то. Так, это у нас мойка, автомойка. Вот это вот тоже нужно будет строить. Ну, понятное дело, что не здесь. Вот, солнечные панели я тоже хочу поставить, в конце концов. Водонапорная. Автомастерская, кстати. Такую тоже, да, интересно поставить. Ну, что-то не очень хочется. Заправка. Так как у нас здесь же будет и тракторная бригада. Рядом. Warehouse. Что бы это могло значить? Не знаем. Ага, вот то, что у нас с пива. Мы будем пиво продавать. Мясо. Не знаю, что это такое. Помидоры. Что-то, да. Вот, а вот это вот будет принимать абсолютно все вообще. А как оно выглядит, вот этот Warehouse? Да, ну ладно. Да, ну не такой же, что он большой должен быть. Может, это какое-то производство? А стоит дешево. Вот, точка продажи, точка продажи. Ну, давайте посмотрим. Вот, если мы как-то так его поставим. Вот, то сможем буквально вот с дороги выехал и заехал. Продал все, что тебе нужно и поехал дальше. Так, вот единственное, что фигово, да? Вот сюда не попадает это все. Мы можем вот так поставить. Вот, и тогда можно будет буквально сквозняком проезжать. И вот она тут стоит. Вот, по-моему, лучше всего вот это вот. Лучше всего вот так сделать. Так, смотрим. Ну, с высотой, понятное дело, что мы тут не угадали, потому что дорога висит, да? Может быть, тут что-то можно будет насыпать? Нарастить как-то. Или отступить. Тоже может быть. Да, зато тут идеально, смотрите. Не войти, не выйти в эти двери. В общем, место в принципе неплохое, но вот это вот мне, конечно, тут не нравится. Ну, вот так вот она, прямая дорога. Заехал и поехал. Отсюда тоже не нужно куда-то рыскать, туда-сюда ездить. Вот здесь какие-то можно сараи поставить. Ну, давайте глянем, какие именно сараи мы можем тут сделать. А что у нас из Global Company? Ну, вот эти всякие производители удобрений, мельница зерновая, большой аппарат зерновая, смешиватель кормов для свиней. Это все для свиней. Ага, все, тут больше ничего нету интересного. И навесики какие-то мы хотели. Освещение тоже, кстати, нужно будет сделать, но, скорее всего, среди ночи его нужно будет делать, или когда будет вечерить, чтобы понимать, что тут кустов тоже насадить. Но это уже такая декорация. Вот, загончики какие-нибудь. Weekly Shed. Но это слишком маленький. Тут какие-то специфические были, да? Вот малый сарай какой-то. Малый склад. Старый приют. Старый приют. Навес для машин. Ну, интересно. Ну-ка, давайте глянем. Так, если мы вот так как-то поставим, да? То оно нам будет 100% мешать тут. Разве что так как-то с заходом туда. Вот, и тогда мы можем сюда ставить какую-то технику, которая нам в данный момент не нужна, чтобы она тут зимовала. Давайте так попробуем. Ну, нормально. Через забор поставили, да? Тут никто никому не мешает. Смотрите. Даже задняя стеночка появилась. Красивая. Тут тоже мы проезжаем сквознячком. Никто никому не мешает. Вот. И тут куча всякой-всячины у нас будет стоять. Хорошо. Вот. Склад есть. Для техники есть. Точка продажи молока в будущем появилась. Чтобы нам далеко не ездить. Силос у нас будет. Ну, в общем-то, можно приступать к тому, чтобы коров сюда перевозить. Вот. Но вначале, наверное, нужно все-таки кормов привезти, да? И посмотрим, знаете, что еще? У нас, по-моему, тут где-то была такая интересная штука. Где-то был насос. Что-то здесь. Ну, это же не украшение, это сто процентов. Украшение, кстати, тоже хорошая штука. Мы где-то тут поставим. Что-то я не вижу. И самое главное, чтобы было, попадалось на глаза. Вот оно. В загонах для скота. Водяной насос. Вот где его ставить, чтобы оно заработало так, как нужно. Рядом с этим. Внутри. Ну, по идее, где-то рядом с поилкой. Да, вот у нас поилка. Внутри мы закидываем то, что нам нужно. Ну, вот где-то тут, что ли. Вода не появилась пока что. Зато он работает. Так, это у меня включился, выключился этот геймпад. Не знаю, может быть, тут Global Company нужно будет настроить. Да, указать, что подавать воду, например. Так, ну что, погнали. Теперь давайте смотреть по поводу трейлера. Будем перевозить животных. 6 единиц, 14 единиц, 12 единиц, 36. А тут 14, а тут 12. Странно. И нужно брать в аренду. Арендовать, да. Так, и какие-то начатки, началки. Сюда чего-нибудь привезти им, пожевать. Ну, в принципе, я хочу попробовать сейчас, как оно вообще. Они туда перейдут, не перейдут. Так, а почему не досыпали абрикос? Давайте досыпать, потому что они же засохнут, замерзнут, сгниют. И вообще все пропадет. Зима же у нас на улице. Холод собачий. Показания сот сюда. Тоже, видите, под навесом лежит. Мы положили еще в прошлом году капуста с ГМО. Хранится просто невероятно долго. Так, вывезем. Нам все равно вывозить этот трейлер. Вывезем это все на дорогу. Заберем в магазине трейлер для животных. И поедем сейчас, проведем эксперимент. Кстати, тоже нужно будет не забыть собрать сенцо. Ну, что ж ему, пропадать, что ли? Зря. Вот, и вы скажете, а что ты не сделал тут вот рядом с теплицами? Потому что мы в теплице все-таки будем нечасто приезжать. И в сад тоже самое, нечасто. Приехал, задал, набросал туда всего, что нужно, воды привез. И можешь не приезжать хоть целое лето туда. А вот животных мы постоянно будем обслуживать. И чем ближе животные у нас будут к магазинам, тем лучше. К продажам, всяким точкам продаж. Вот тут вот поля вот эти вот два, мы уже говорили с вами, купим. И тут же все рядом будет буквально. Мы через дорогу переехали наше поле. Обработали, привезли. Лук сзади. То есть, ну, нормально. Я надеюсь, что должно сработать. В теории, должно. Практика покажет, как всегда. Как там говорят, ни один план не выдерживает встречи с реальностью. Так, где-то тут я его пока поставлю ненадолго. И перевезем коров на новое место. Как только мы это сделаем и корма перевезем, то тогда можно будет продавать. Старый коровник вместе со старым местом, со всеми этими сооружениями. Ну, как сооружения мы отдельно, наверное, продадим. Или перенесем их на наше место. Так. Там бочку я перенес. Потому что у нас застряло буквально в этот, в забор. Нужно тоже не забыть ее. Не забыть ее доставить в теплице. И заправить наш маз, иначе заглокнет где-то буквально посреди дороги. По-моему, заправка у нас где-то рядом, да? В центре. Вот видите, да, вот я взял трейлер этот. И наша ферма тут рядом, буквально по асфальту ехать. А теперь, прикиньте, я бы ехал... Ну, сейчас мы туда так поедем, понятное дело, да? Но потом уже перестанем вот эти вот расстояния тут нарезать километры, десятки километров. Так, я поеду заправлюсь, пожалуй. И заметьте, никакого выключения двигателя, как в этом, как в Eurotrack-симуляторе. Это классно. Подумаешь, скажешь, да, секунда делов. Включил, выключил, тем более тут Enter нажал, да и все. Еще раз нажал, включил. Но вот эти вот секунды, они постоянно где-то накапливаются. И лишнее действие, чем больше действий, тем хуже. Представьте себе, что вам, чтобы включить свет в комнате, нужно каждый раз делать какой-нибудь пас руками. Хлопать в ладоши, например, да? А потом включать рукой, выключать им. И выключать точно так. Это будет интересно один раз, десять раз. Но когда это постоянно, каждый день, и вы бы просто хотели включить, да и все. А вам нужно еще хлопнуть рукой. И это надоедает. И вот так вот и здесь. Какие-то действия, без которых можно было бы обойтись. И вот тут они абсолютно правы, что не заставляют нас выключать двигатель, когда ты заезжаешь на заправку. Хоть это и нереалистично, наверное. Интересно, пойдут ли коровы в новый коровник или нет? Или все, что мы с вами сделали, все псу под хвост? Это знаете, если кто-то любитель аквариумных рыбок, аквариумов и так далее. Я когда-то был тоже любитель этого всего. То вот примерно то же самое. Ты покупаешь аквариум, ты заливаешь воду туда, растения высаживаешь, там какой-то дизайн вроде бы как делаешь, камни там какие-то и так далее. И в нетерпении, как даже рыбок туда запустить. Едешь на базар, покупаешь рыбок, привозишь, выпускаешь их туда. Да, и они такие перепуганные, сбиваются в кучку, смотрят по сторонам, абсолютно новое окружение для них. Так и здесь. Вот элеватор, кстати, тоже нужно будет не забыть вот этот старый перенести, просто ради интереса. По приколу. Заправку тоже самое, да? Нужно будет перетащить. Кстати, тут у нас огромный бункер, но нам точно такой не нужен. Так, а где коров мы высаживаем? Так, это у нас кормушка. Наверное, тот что ли? Наверное, давайте пробовать. Я вот сколько наиграл фермер-симулятор, буквально тысячи часов. Тысячи. И никогда вот такую вот работу я не делал. Никогда не перевозил животных с одной фермы на другую. Никогда, представляете? Первый раз. Как там говорят, и на старуху бывает проруха. То есть, какого бы ни была, какой бы ни был человек опытный в чем-то, он все равно где-то что-то не знает. Все равно что-то он в первый раз сделает. Ну вот что-то типа такого и у нас. Так, да, можем, вполне можем переместить. Притом за один раз всех. Мычали коровы. Теперь мычат внутри трейлера. А вот интересно, можно ли коров помесить в трейлер и, скажем, не кормить какое-то время? Засчитается ли это? То, что они там голодают или нет? Как вы не пробовали, нет? Ну, например, чтобы закончились у вас корма и деньги. Вот такое может быть, в принципе. Вы посадили их все в трейлер и перезимовали в трейлере. Они не требуют еды в нем, внутри, да? Не требуют воды, ничего не требуют. Весной, когда у вас деньги появились и корма, вы их опять высадили и радуетесь жизни. Читернули. Лайфхакнули. Теперь это называется. Лайфхак. Вот я также очень рад, что мы не будем теперь на гору заезжать и выезжать. Вот на эту, что приходилось постоянно буквально делать. Здесь нужно будет проложить дороги. Асфальтированные желательно. Потому что если делать, так делать. Асфальтированные дороги. Ну, как это выглядит? Это так, конечно. Все-таки, может быть, повыше нужно было. Переместить. Прекрасно. Прекрасно приехали коровки. Бегают тут. Жевать нечего совершенно. Зато травы тут внутри, смотрите, много. Все. С перемещением. Вот. Но это только начало у нас с вами. Потому что нам тут еще работать, доработать. В общем, вся зима, скорее всего, уйдет на вот эту вот перестройку. Но зато потом. Как начнем тут мы зарабатывать и работать? Да с таким удобством просто невероятным. Ну что, друзья. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайк этому видео. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу, можно ли в трейлере оставлять коров, если нету денег, кормов и хочется сэкономить. Или просто сейчас не хочется коровами заниматься. То, может быть, можно их оставлять и занимаешься полями. Ты просто не успеваешь, например. Да? Ну и всем пока.